здравствуйте мои дорогие в эфире солнечная индия меня зовут людмила и я приглашаю вас в гости на канал индия какую вы не видели сегодня я решила поставить лампадку посмотрите скоро расцветут у меня тут цветочки видите как обильно тут и и вот я срываю вот такие два цветочка положу этом это у нас тут так еду привозят студентам сейчас такие цветочки положу лакшми богини богатства чтобы она мне помогла сегодня вчера все отделась подкрасилась и решила лучше заходи 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 кучу и дверь закрываю так все у меня тут кондиционер работает кучу зашел быстро кучу кучу я потом не буду вставлять вставать тебя пускать заходи так все сиди там на жаре вот и я оделась все кушать хочу ну уже час дня было почти я что-то пока раскачалась и вы знаете поела и потом я сижу и не могу работать я просто я просто засыпаю глаза закрываются у меня заказчики должны были прийти я обзвонила к телора позвонил шве позвонила заказчиком сказала пожалуйста не приходите потом мне нужно было к зубному так как тут поставить чтобы было красиво вот так и еще нужно зажечь видите лампадку зажгла вот это богиня лакшми там гонешек а там зарослать их вот так положила я цветочки и короче я вчера так вы знаете ничего не делала только там заказчиков принимала заказчиков принимала и сейчас я возьму телефон вот так покручу как индийцы делают может быть я в индии мне нужно им что-то тоже этим богам делать уже суеверная тут стало ну и короче так вчера вы знаете ничего не сделала пошла спать думал может быть я я не высыпаюсь я же поздно ложусь пошла спать вчера в 12 часов ну для меня это слишком рано выпила таблетку снотворного и ничего не могу так сейчас я поставлю 3 какой у меня слоник красивой видите потому что выключила фен пока зажигала так мы сейчас я включаю стен и начинаю работать ну вот я и говорят целый день вчера ничего не делала практически кроме ужина вот и так и ничего не сделала горю легла спать выпила снотворное одно вторую таблетку потом и как всегда где-то к трем часам уснула ну все пошла я работать надеюсь и сегодня более продуктивно поработаю ну а вечером наконец-то пошел дождь ждала его целое утро вернее с утра ну такое я не сказала что ливень капает что-то субрат пошел в эти бекари наши пекарня мы отправляемся к сестре к средней сестре а вот в гости ну он пошел купить каких-то гостинцев детям и сладости всякие сестре а с нами кто едет едет там с нами кто там с едет кто едет кто едет в гости Гуча едет да Гуча едет кстати у сестры и внучки одна любит шоколадки сладенькая тортики шоколадки она естественно полненькая а старшая сестра ее вообще не ест сладкого ну не ест там шоколадки тортики она любит чипсы и она худенькая вот здесь вот такие у нас детство не есть какое же у нас тут бойкое место посмотрите вот одна бейкере там вот вторая бейкере за углом третья вот чуть туда пройти 50 метров четвертая магазины супермаркеты и как можно тут держать диету вот если с Гучи почти не гуляю не ем а как пойду с ним гулять обязательно что-нибудь прикуплю вкусненькая вот идет смотрите какой-то туман тут у нас наша красавица гура твара это храм ситхо как на ремонт да я думаю что там в парке свет не горит вообще брат говорит на ремонте посмотрите везде столько вот точек общепита сейчас мы въехали уже этот район называется нейрунагар вот здесь различные магазины кафешки целая улица в этом районе у нас живут ну самые богатые люди нашего города вот это все у них тут виллы ну конечно не только богатые есть разные гучу гучу идешь ты идешь с нами давай прыгай прыгай давай это что такое идем 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 заходи он не хочет заходить он не хочет еще тут пометить все выходи заходи мы заходим сюда мы сюда заходим свет отключить вот мы пришли свет отключили наверное минут 30-40 не было света но теперь уже дали нам свет поэтому мы сидим и ужинаем не при свечах хочу заметить это то что мне не нравится обычно к родственникам ходят без звонка вот я не люблю так чтобы ко мне приходили без звонка мне хочется что-то приготовить ну и вот я хотела бы вам показать вот посмотрите мы пришли без звонка и сколько вот у них блюд единственное они вот сделали вот это манго вот это вот это как десерт сладкий такой кислый манго зеленый берут и готовятся с тростниковым сахаром с различными масалами вот здесь у нас единственное они там какое-то блюдо еще сделали а так вот полно блюд было и креветки были рыба была креветки с овощами там как раз были рыба была и сделали омлет быстренько с овощами вот вы видели такой как трубочка не лежала как только субрат говорит меня чало пошли вот гучи сразу вы первый реагирует я еще там не расслышала гучи сразу схватывается и готовить и уже домой вы только посмотрите что у них растет полностью вот эту вот арку такую из сетки затянуло какое-то растение это кабачок это вот соседи соседи вырос посадите посадили оно пошло у них на вот эту вот решеточку это Пришла собака. Она нападает всегда на Готю. Нам дали листочки такого одного растения, пуй-баджи называется, которые мы готовим с картошкой и тыквой. Доброе утро! Доброе утро! Допустим, ну пошли уже. А Куча сразу схватывается и бежит. Уже он рад, что идет домой. Для него это волшебное слово чало. Чало значит пошли. Сейчас субратом жаловалась. Тут уже мне написали, я выпустила видео там, где я еду ночью. Скиппи-паппи и там вот все меня ослепляют. Люди пишут мне, почему у вас так разрешается ездить по городу. Никто не отключает дальний свет. Только на шоссе можно дальний свет использовать. Ну если в каких-то местах где-то темно. А субрат говорит, ну сделай вот так вот. Ну он показал, как там нажать нужно будет, такой сигнал показать им. Тогда они уменьшают. Я говорю, да кто меня будет слушать? И вот мы действительно едем сейчас. Три машины едут и вот так вот слепят фарами. Он показывает и действительно они отключают свой дальний свет. Остаются на ближнем. Так, там корова сидит. Я боюсь за Кучу. Вот стоит. Как боднет еще. У него рожки маленькие, но все равно. Я боюсь заходить туда. На Кучу там еще наступит. Так, иди отсюда, иди отсюда. Папа, он машину вставит. А Кучу хочет гулять еще. Не нагулялся. Он не нагулялся у нас еще. Все, пошли. Пошли прогонять корову. Ну, куда ты меня тащишь, Кучу? Потом опять ноги мыть. Пошли, пошли, пока корова ушла, пошли. Пошли, 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 пошли. Пошли, пошли. Вон она уходит. Тут Гучи меня тянет. Гучуня. Вы только на него посмотрите. Гулена такая. Что папа возвращается? А, забыл. Сестра дала нам там пуйшак называется. Такие пуйбаджи. Ну, растение такое мы готовили. В общем, зеленые овощи. Листья. Листья и стебли одного растения у нее дома выросло. Вот она поделилась и он забыл в багажнике. Кучу, пошли, все, хватит, хватит. Видите, чешутся. Вот так наши растения, они чешутся. И потом у нас все переломалось. Боже, ох и крикливая лягушка. Теперь посмотрите, как он это. Теперь посмотрите, как он осмелел. Когда она на нас бычилась, мы удрали. А теперь он уже хозяин. Как зашел, вот хитрун. Пошли, все, Гучу, пошли спать. Пошли, поздно уже. Вы слышите, как у нас лягушки? С каким звуком они разговаривают? Вот. Представляете, это нам так громко, да, слышно, как кричит, как клакает лягушка. А вот Гучу, у него же уши там вообще у собак. Он, мы там в спальне ничего не слышим, а он там любой скрип слышит и сразу начинает там лаять, если там ворота открываются. Слышите, вот такие звуки. Хорошо, что у нас тут спальня сюда не выходит. А тут спать нам не давали. А это ж может и змея приползти, змея питается лягушками. Гучу, заходи. Ну вот и все, мои дорогие. На этом я заканчиваю свое видео. Спасибо, что досмотрели меня до конца. Спасибо, что поставили лайки и не забыли написать комментарии. Вам не трудно, а мне приятно. Извините за то, что видео, может быть, получилось таким темным, потому что мы ехали ночью и, приехав к сестре, свет отключили. Ну вот и все. Пока-пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok